Всем привет, друзья! Программа Батрак про Спартак. Ну, естественно, сегодня здесь Анатолий Никонсов, потому что 297 матчей, рекорд в КХЛ для игрока из Спартака. Вы вообще знали об этом рекорде? Ну да, догадался. Вы побили рекорд Артема Ворони, но вы с ним еще так и в молодежке даже спартаковской пересекались. Может, обсуждали это? Да нет, не обсуждали с ним, давно не общались. А он, кстати говоря, записал видео, между прочим. Ну, потом обязательно посмотрите. Анатолий, теперь по моментам пойдем. Первый гол. Вы протащили шайбу в чужую зону. Почему решили бросить низом? Да я не решил бросить низом, в принципе. Так просто получился бросок. Удачно отскочил, а Робин забил гол. А там не было варианта самому, может быть, как-то левее уйти? Ну, я решил, что так лучше сделать. И, видимо, так лучше было. Слушайте, ну, четвертая шайба еще. Вы убегаете за ней, за чужую лицевую. И вообще, вот что вы хотели сделать изначально? Вот вы там на пятак отдавали, вроде не прошло, или что это было? Может быть, бросок? Нет, я хотел сам забить, развернулся. Просто с разворота забить пустые ворота не получилось. Удачно отскочил, а потом подобрал шайбу, посмотрел. Там Робин был один и отдал ему, в принципе, передачу. А мысли не было, может быть, просто вот подержать ее там в углу? Да нет, я и говорю, как бы, в принципе, взял шайбу, посмотрел, принял такое решение. Посмотрел, что Робин один был, в принципе, перед воротами, перед пустыми. Почему бы не отдать? Поэтому отдал. И он забил гол. Гол Каспарса Даугвинша, большинство, которое было реализовано за пять секунд, вас на льду не было. Ну, вообще, как-то все идеально получилось. Это на тренировках? Ну, конечно, на тренировках всегда, я думаю. Все команды отрабатывают большинство, поэтому на тренировках все это отрабатывается. И, в принципе, тут, так сказать, домашняя заготовка была. Хорошо, Анатолий, спасибо вам большое. Спасибо. И с рекордом, и с победой долгожданной. А, кстати, подождите, подождите, не закончили? Толий, а почему вот так вот заставляете нервничать до конца третьего периода? Точнее, до третьего периода. Я, в принципе, говорил, что мы не хотим, как бы, такой нервной концовки. Просто так получается, выходим. Я не знаю, с чем это связано, будем разбираться, но так получается, что проигрываем. Потом в третьем периоде достаем матч и выигрываем. Никак не могу вас отпустить еще последний. В Монтагорске уступали 0-4, почти спаслись. Сегодня игра, ну, чем-то схожая. Не знаю, Металлург удивился сегодня чем-то? Да, не, я бы не сказал, что чем-то удивил. В принципе, играли, как, наверное, и у себя дома, в принципе, примерно такая же игра была. Что играли первые, так сказать, полыгры лучше они. Потом мы в третьем периоде взялись, как говорится, за дело и выиграли матч. Толь, вот теперь все. Спасибо большое. Спасибо. Друзья, программа «Батрак про Спартак». Анатолий Никонцев, рекордсмен, 297 матч, Спартак с победой. До свидания.